здрасте все налейте нормально у вас мороз были на дороге там до минус 40 смотрим здесь все чистенько здесь не кнопочек как на не станет кнопочка коврик здесь для меня оставили почистить по потолку ой как здесь ой здесь монитор даже есть нифига себе работает интересно телевизор работает на потолке я даже и не знал про него это как бонус ну да так а тут и герметики все есть аккумулятор там трат а компрессора нет да получается нету 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 а это что за точки что-то не могу понять вы же его полировали по идее да вроде убирают так вот они эти какие-то таблички здесь наклеечки правда отклеиваются такой вот турбовый агрегат странно здесь даже не круче на крыло на крыло да ну а что-то там даже не круче на здесь вроде не есть да а вот там даже не откручено размер резины я посмотрел там 145 80 на 13 а есть также 155 165 если на десятку возьмешь так сказать на зеленке или где? а по объявлению? да я по другу а вот эти которые на зеленке колеса продают это то самое то по объявлению? или? я не знаю я не знаю а вот на зеленку продают ну искать надо будет колеса по-любому лучше сразу по объявлению приехали и купить надо было пересказать мы все купили ну нельзя если вас кто-либо бросил, мы в принципе я скромный же парень в следующий раз буду просить а ключ один? один вот это неприятно уже ну вот ну что у них из 10-20 тачек один очень редко с одним редко с двумя да ну не знаю у меня пока две машины у вас покупал все с двумя было ну это это как больше А что еще ждете, что-нибудь интересное? Как всегда, все, много. Тойота Филдер ждете? Очень много. Ага. Какой год? Какой год? Не знаю, какой-то 17-й или какого? Нет, мы берем сейчас от 12-го до 16-го. Ага, понятно. 17-ые по проходным, но не берем. По ним, если что, можно обращаться, да? Да, конечно. Гибриды, 4ВД, передние привода, не гибриды. Они все разные. А почему, как вы, цены у вас прям по низу? Вот прям дешевле прям не бывает. Потому что мы торгуем локтом. И у вас аукционник живой. Всегда, других не бывает. Ну, я и заметил. А в чем секрет? Не знаю. Ну, мы работаем честно в объеме. Ну, я просто... Бывает машина дешевая, но Алиада не бьется. Ну, и там разные варианты возможны. А у вас все честно, все четко и... Никаких секретов. Просто работаем и все. Работаем честно. Мы в большом объеме. Ага. Люди сидят, продают 2-3 машины. Хотят выжать из них максимум денег. Ага. Ну, продаем гораздо больше машин. Все ясно. Ну вот, поздравляйте с покупкой нового автомобиля. Лобовик, к сожалению, тут помыли или его меняли, или его помыли. Сейчас попробуем, что такое турбо-кейкар. Так, что-то тут точняка нет. Улицы здесь посыпаны. Улицы здесь в основном асфальтированы, но вот посыпаны. Я, кстати, отсюда на автобусе не ездил. Раз и два. Лампочка моргает, поэтому прям срочно, срочно мне нужно ехать на заправку. Хотел заказать, думал, были мысли, что на заказ привезти там все в Японии найти, но не хватает, если честно мне, выдержки, не хватает терпения ждать там два месяца, или может даже больше, или чуть меньше. Когда вот можно просто купить, ну чуть дороже, а бывает даже и по такой же цене, или и бывает даже и дешевле. Я так понимаю, ну цены-то ранее скачут, и евро туда плюс-минус все скачет. Короче, не хватает мне выдержки, терпения. Не знаю, может как-нибудь закажу потом. Я понимаю, что ребята, конечно, они зарабатывают на этом, и какая-то у них накрутка есть, которую я бы мог себе в карман положить, но пока вот так. Пока хочется много разных машин попробовать, побыстрее, а не ждать каждую из них два с половиной месяца, и потом вообще это две машины в год я что-ли буду продавать. Учитывая то, как я их продаю, какими темпами, это все будет тяжело. Так, сколько у нас бензик стоит? Бензик явно подорожал 48-45. О, 80-ый есть 41-91. Все-все-вся очередь под правый бак, обратите внимание. Хотя даже в Hyundai Creta не только праворукие стоят в очереди. Вся очередь во Владике вообще под правый бак, слева никого нет. Я так понимаю, разворачиваться здесь нельзя сзади стоять. В багдачке вот такие у нас книжки, инструкции к машине, к магнитоле. Тоже гаткерсы. Вот эти гаткерсы, они на всех стоят. В магнитолах как-то она, наверное, еще и открывается. Да, вот под флешечку заветная пеленница. Ну вот, на 1300 плюхнул. На дороге у нас чистейший асфальт. Едут, сцепление отличное. Сейчас в районе минус 10, насколько я видел по прогнозу. Вот, снег убирают здесь. Но мне с погодой реально повезло, учитывая, что тачка на летней резине. И я сейчас просто еду в потоке вместе со всеми. Вот, первое впечатление, что хочу сказать. Непонятно, когда турбина там включается, как она не... Ну, непонятно, в общем, этот момент прям не чувствуется, что там пинок какой-то под зад. Но машина едет очень бодро. То есть... Дейс Рухс, конечно, ну, честно сказать, 49 лошадей, конечно, когда в горочку, ты чувствуешь себя ущердным. Здесь она обычно едет, ну, как обычная машина, как бы. Как там полторашка, грубо говоря. Ну, то есть я не чувствую себя прямо в потоке так, что меня сзади кто-то подпирает, а я не могу... Не могу прибавить газку. Вот. А так вот он, Владивосток. Погода офигенная. Солнце офигенное. Еду на авторынок. Зеленый угол. Сейчас туда-сюда маленько подзакуплюсь дорогу. И вперед. Что еще, ребят, хочу сказать для тех, кто едет покупать, но не так, как я на готовое, грубо говоря, искать машину, допустим, на авторынке Зеленый угол. И кому надо где-то пожить. Есть самый ближайший хостел к Зеленому углу. Называется он вроде бы как хостел Корона. Что-то типа такого. Категорически, ребят, не советую. По дурости, по глупости, блин, зарекался каждый раз иронировать только первые сутки сначала. Смотреть, что кого, потом продлевать. Это такой бомжа. Это, не знаю, бомжа. Я, конечно, в тюрьме не сидел, там, на колонии, поселении, но там такие условия, жесть. На кухне ложек нету. Говорят, здесь воровали. Технички орут, ходят. Просто, вообще, как будто, я не знаю, ну, как будто там не хостел или там гости, которые, да, платят за проживание, а как будто бесплатно там у них стоит все это. Номера, это вообще жесть. Я говорю, я в тюрьме, конечно, не сидел, мне кажется, вот в тюрьме даже получше немного у людей, там, по-людски как-то. Ну, просто жесть. Вот просто жесть, реально. Я в хостеле Чикаго жил, там, в принципе, норм, но там, блин, горячей воды летом не было, я туда потом съехал, потому что я тут все-таки теплокровный человек такой, люблю горячую воду. Потом возле вокзала жил Слипплейс, кажется, называется. Тоже нормальное, приличное место за те же там 600 рублей или за 500 там в день. Также на агрегаторах можно бронировать все без проблем. Вот, то есть я вас предостерег. Ну, а так кто-то, может, отдельный номер там в районе 1000-1200, там, от 1000-1200. Может, кто-то там за трешку кому-то надо покомфортней. Вот они, вот они, Владивостокские улочки. Кстати, печка жарит, здесь будь здоров. И машина реально бодро залетает вот в эти горки прямо вот в такие здесь. Ну, вообще, то есть, нет того дискомфорта. В принципе, на N-Wagon тоже особо дискомфорта не было, но здесь его еще меньше. Вот, то есть турбина, она лишней не будет. Надо, конечно, изучить, со скольки тысяч она включается, как она экономичный, неэкономичный режим здесь есть. Вот, видите, здесь улицы какие. Вот, представляете, здесь гололед был бы сейчас, снегопад. Я бы просто здесь вот так кубарем укатился. А так нормально. Едем за колесами. О, прокачана Сузука, как у Рома почти. Двадцать метров, говорит, человек, заедем. Молодец, класс. Тут уже лед, ледовое снежное покрытие такое. Новые колеса я обул. Сейчас будем тестировать. Уже вот в эту ледяную горку они мне понадобятся точно. Отправил сейчас колеса. Сам себе три колеса отправил. Услуга стоит. Сегодня все транспортные закрыты в воскресенье. И за это 500 рублей добавляется. То есть это просто шиномонтажка, которая отвозит. За это они, за то, что они отвезут, они вот 500 рублей берут. Конечно, вот эта суета с колесами, она, если честно, напрягает. Это каждый раз практически будет. Но вот на Дейзи мне повезло, я на летних взял его. То есть уже машина на летних в сентябре пришла к колесах. Но такой момент, что и даже в сентябре там по дороге чуть-чуть я в снегопад не попал. И если летом можно там на всесезонке на это ехать, фиг с ней, да, то вот зимой постоянно вот эта движуха будет с колесами. Ну, конечно, на штампах сразу, ну, плюс резина эта шумней, плюс штампы сами они тяжелее и резина чуть-чуть пошире там. Короче, тяжелее колеса стали. Не знаю, может кажется, так в гору постоянно едем почему-то, как-то это, тяжелее едет машина. В гору и по серпантину. Здесь такие во Владике дороги, что пока не пойдет. Ну, вроде не биение, главное, ничего нет, в сторону не тянет. Это самое главное. Просто у меня одна штамповка отличается от других. Так что вот такие пироги. Что-то вроде заглохла машина, а обороты на низ не скинулись почему-то. Непонятно. Ну-ка. А, она не заглушая была, что ли? Вообще без вибраций работала. Пипец, на зеленку здесь поворот вообще очень опасный. Они все летят. Нормально. Бэха праворукая. А, это, наверное, на запчасти привезли. Вы продаете машину? Да, я свою машину продаю. Нюху и снимай. Ну, вот такие вот интересные экземплярчики Suzuki. Solio 1.3.